мы часто не задумываясь что говорим да то есть мы сегодня говорим дайте мне пожалуйста меню то есть в ресторане когда садимся за стол требуя список блюд а на самом деле мы просим не меню мы просим список блюд карту блюд там и так далее также как карту вин мы сегодня потеряли этот термин вернее так даже не потеряли а исказили этот термин и когда вот происходят такие искажения они приводят к разным неправильностям глупостям да то есть сегодняшний сет появился в нашей практике гастрономической до ресторанной только потому что свое время слово меню мы исказили а если бы мы его не исказили то все это бы и не было потому что сет это и есть вот то же самое и со всем остальным сибирская кухня все говорят сибирская кухня ребят но извините сибирская любая кухня это дело глубоко национально а у нас сибири сколько национальности 40 до с небольшим а сколько у нас еще приезжих людей оставшихся жить этой поляки это и прибалтийские народы еще наверно столько живет представьте себе вот со всем этим колхозом до каждый готовит по-разному у каждого разные технологии кого-то глубокая переработка наоборот не глубокой переработки это не может быть кухней это может быть чем-то другим но только не кухню кухню глубоко национально а с другой стороны представьте себе да ганасанская кухня и хакасская кухня если мы их назовем сибирской кухни это будет неправильно почему потому что это принципиально разные вещи там пьют кровь там едят свежее мясо сразу да там сугуда рыбная а в хакасии рыбы вообще не едят свежее мясо варят парят и запекают и так далее то есть поэтому здесь приходит на на выручку термин стол вот стол может быть сибирский на столе как на пространстве науке гастрономии да как раз и могут расположиться любые блюда любых национальных кухонь любые технологии могут быть применены да и любое расписание и по в русской системе слова со стола и в любой другой там ганасанская там в н-ской и венкийской так далее столб сибирский столб ну не сибирский я очень рад что существует такое заведение почему вообще его давно была пора открыть потому что вот за все вот возвращаясь к археологии до культур надо возрождать на самом деле откуда черпать вдохновение черпать вдохновение надо у наших предков да вот представьте сколько поколений прожила вне кухни русского системного стола русской кухни там то есть люди не знают что такое русский стол а ведь на самом-то деле культуру придает прежде всего в семье и ее невозможно в вузе воспитать да как таковую в целом культуру из поколения в поколение передается культура и вот эта культура гастрономии частью этой большой культуры русской до гастрономической практики она потеряна 90-м годам мы все потеряли практически и поэтому мы так тяжело возрождаемся мы путаем терминологию мы много надо нагородили там вот опять же с тем же меню мне покоя не дает это меню вот и сеты там и сеты и институт сейчас то никак институт будет восстанавливать культуру к большому счету миссия миссия у института невкусно кормить даже невкусно кормить а я бы так сказал восстановить русскую культуру восстановить гениальную систему русской русского стола до восстановить русскую кухню восстановить национальные сибирские кухни должен курировать все должен изучать писать книжки предлагать новые варианты но оглядываясь назад на нашу культуру